Минувший 2015 год в России был посвящен литературе. В Благовещенске это событие проигнорировать не смогли. В течение года в городе открывали информационные центры в библиотеках, вспоминали известных русских поэтов и писателей и чествовали местных. О том, чем еще запомнился ушедший год в литературном плане, расскажем в сюжете. Благовещенск, Благовещенск Именно к дню рождения столицы Преамурья и были приурочены почти все литературные мероприятия. В июне по улицам города начал курсировать необычный автобус. Снаружи его разрисовали молодые графитчики. Внутри салона звучали произведения русских и отечественных классиков. ПЕСНЯ Благовещенск 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 а он записывал в книжку. Я 2000 лет назад по первой книге. Они были очень толстыми, хрупкими, а читать их было неудобно, потому что была обложка деревянная. В Бурат книжки для ума их называют энциклопедия. Русские народные сказки еще есть. А мы их сами стараемся читать. Мы читаем где-то по зверям. Сначала по слугам читал, а потом уже научился быстро читать. Я больше люблю всего читать, но вот Светка, когда садится читать, просто слезы крокодили. Можно слухом, можно читать глазами. Мне мама вечером садится читать книжку. Я люблю читать сказки Пушкина. Месяц-месяц, и дружок позолоченный разжег. Вот так. Родившиеся по созвездиям Скорпиона люди скрытные, но очень страстные. Как это поможет им в 2016 году, расскажет астролог Анна Вальницкая. Анна Вальницкая, практикующий астролог. В 2014 году окончила Московскую Академию Астрологии. Маг в хорошем смысле слова. Может входить в пространство судьбы человека и предсказывать будущее по звездам. Анна, ну пришло время Скорпионам узнать прогноз на будущий год. Что их ждет в этом году? Все ли будет хорошо, гладко? У Скорпионов появятся отличные шансы внести в жизнь изменения и достичь новых высот. Ну, необходимо, конечно, активизировать всю свою энергию, чтобы воспользоваться вот этими благоприятными возможностями, которые предоставляют звезды. Конечно, не все будет гладко, потому что в секторе финансов, денег, гороскопе Скорпионов расположена планета Сатурн. Она накладывает определенные ограничения, но Сатурн — это очень хороший организатор и планировщик. То есть просто Сатурну не по нраву риск и легкомысленное отношение к деньгам. Не стоит сорить деньгами или брать кредиты, которые, допустим, вам особо не нужны. То есть все это нужно тщательно просчитывать. Будьте реалистичными и ответственными, и тогда будет укрепление личного благосостояния. Ну вот такая вот осторожность, нужно ли ее придерживаться в любовных делах? А вот как раз семейная атмосфера, она улучшится. И вот у тех, у кого есть дети, они станут поводом для радости и гордости. Но как бы больше всего преимуществ будет именно в секторе дружбы и социальных связей. Там находится благоприятная планета Юпитер. То есть улучшатся вот и дружеские отношения, и партнерские. И можно найти единомышленников, которые вас поддержат. И некоторые скорпионы получат предложение поучаствовать в выгодных проектах. И стоит не задумываясь соглашаться, да? Задуматься все-таки нужно, но все-таки удача больше будет сопутствовать скорпионам в этих вопросах. Поэтому можно быть смелее. Спасибо. В год обезьяны подарок на Новый год должен быть оригинальным, а на старый Новый год еще и недорогим. Как совместить два этих качества прекрасно знает мастерица Нина Каденева. Ее новогодний сувенир стоит не более 200 рублей, а то и меньше. Как удивить родных и не остаться с пустыми карманами? Расскажем в сюжете. Сегодня мы будем делать подарок на Новый год. Сувенир, который будет отличным дополнением к основному подарку и, самое главное, оригинальным. Еще какой оригинальный? Дизайн найден не в интернете, выдуман из головы. А материал подручный. Шпажки для шашлыка, шпагат, клей, крекеры и бумага для скрапбукинга. Ее, к слову, могут заменить обычные открытки. Главное правило хендемейда, на мой взгляд, это делать как бы из ничего что-то стоящее, что-то интересное, что-то красивое. Тем более сделать это совсем не сложно. Проверено на собственном опыте. Достаточно вырезать из бумаги елочки, приклеить их к шпажкам, на которых предварительно повязаны шпагатные бантики. То же самое нужно проделать и с крекерами. Главное удержаться от того, чтобы не съесть аппетитные крендельки. Сейчас будем наполнять кружку, которая несет в себе символ домашнего очага. Мы будем наполнять ее разной крупой, слоями засыпать крупу. Потому что крупа – это символ благополучия. Дом – полная чаша. Вот так. Главное, чтобы крупа была контрастной по цвету, для яркости. Когда основа готова, ставим в нее декорированные шпажки. У меня есть такая традиция, когда я бываю в каком-либо городе, я всегда захожу в магазин для творчества и покупаю что-нибудь новенькое. Вот эту бумагу, вот эту я купила в Чите, когда ездила на свадьбу к брату. Обойдется такой сувенир не больше, чем в 200 рублей и подойдет к любому событию. Так, к примеру, елочки можно заменить на домики, сердечки и прочее. Я делала кошечек однажды, женщине, которая очень любит котиков. Можно делать домики и таким образом получается сувенир, как домашний очаг. Такие домашние очаги в основном берут на свадьбу невесты и жених для своих родных, для своих родителей. Просто и быстро не всегда значит вкусно, уверена героиня очередного выпуска нашей кулинарной рубрики. Нина Дьякова заведует литературно-драматической частью театра драмы и пишет стихи. Очевидно, поэтому к готовке подходит с фантазией. Смотрим вкусный выходной. Когда идет снег, на улице бело и прохладно, вечер такой, очень хочется чего-то такого яркого, горяченького и вкусненького. И мы сегодня будем готовить баклажаны кармен. Когда они готовятся, они очень похожи на такой раскрытый веер. Для этого нам потребуются баклажаны, помидоры нужны, перцы, сыр, обязательно сыр, чеснок. Баклажаны очень любят чеснок и очень любят острые приправки. У меня здесь майонезная приправка, в ней немножечко есть яблочного уксуса. И мы потом добавим туда еще зелени. Берем баклажаны и начинаем резать, чтобы вот эта часть была не тронутой, чтобы у нас веер-то получился. Мы посыпаем солью, слишком много соли тоже не надо, он и так сделает достаточно влаги. Баклажаны у нас приготовлены, они пока сейчас полежат, отдохнут, наберутся сока, а мы будем готовить начинку. Вот такими пластиками, аккуратненькими, ровненькими, мы режем помидорку. Надо приготовить еще зелень немножко. Я предпочитаю вот укроп добавлять во всякие соусы, а петрушечкой мы можем потом украсить. Вообще любая готовка, любое блюдо любят руки. Руки – это энергия. И какую-то энергию закладываешь добрую. Готовить я предпочитаю только в хорошем расположении духа, в настроении. Если нет настроения готовить, надо его сделать себе. Сесть, выпить чашечку кофе. Уже настроение появится. Если оно еще не такое, как ты считаешь, что оно вот еще не подходит, значит, тогда можно взять и выпить пару глоточков хорошего, хорошего, я еще раз подчеркиваю, дорогого вина. Настроение появится обязательно. Мы достаем наши баклажаны. Слегка вот так стряхнули, что там у них мокрое, чтобы не было. Уложили и начинаем. Помидорка, немножко перчинка, раз. И сыр. Сыр, а лучше, вот он маленький, у меня кусочки, его лучше парочку кусочков. Так, раз. Мы вот так наливаем масло на противень обязательно, потому что если кто-то когда-нибудь жарил баклажаны, значит, что баклажаны забирают очень много масла. Мы ставим баклажаны в духовку. Теперь мы будем делать вот этот самый соус, который вдруг кому-то захочется чуть-чуть-то добрее сделать, добреца. Можно добавлять уксус, можно не добавлять. Буквально капельку капнешь, как-то поострее. Мы будем резать чеснок. Зимой чеснок, он нас оздоравливает. Вообще чеснок надо есть. Ну, если кому-то из соображений там поцелуи, не поцелуи, то Олег Константинович Маслов, такой поэт был и врач, он говорил так. В таком случае надо чеснок есть обоим, чтобы все было вкусно. Кладем чесночок. Кладем зелень. Перемешиваем. Пожалуй, все. То есть получилось у нас то, что и хотелось. Веер кармен у нас есть. Он горяченький, он достаточно остренький, но не слишком. Он пикантный. Есть соус к этому вееру. Можно садиться, резать на кусочки и наслаждаться. Напомним рецепт баклажанов кармен. На одну порцию потребуется всего один овощ. Его режем веером, прокладываем предварительно нарезанными овощами и сыром. Заливаем вкуснейшим соусом. Его можно смешать из майонеза, соевого соуса или бальзамического уксуса. Вкусно и так, и так. Капаем на баклажан масло, засыпаем натертым сыром. Выпекать в духовке 40 минут при 200 градусах. Страстная кармен готова! Около 2000 килокалорий. Именно столько потребляет среднестатистический россиянин за новогодним застольем. Такое количество энергии непременно превратится в лишний вес, если ее вовремя не потратить. Например, с помощью функционального тренинга. Час таких занятий сбавляет от 600-700 килокалорий. Чудодейственные упражнения опробовала Юлия Мишурнова. Первое упражнение мы сделаем базовое. Это становая тяга. Не забываем, да, что втянутый живот, пресс зажат. Наклоняемся мы в угол 90 градусов. Руки мы ведем вдоль ног. Ноги не выпрямляем, коленки мягкие. Если нет гантелей, я бы порекомендовала взять простые бутылки из-под воды, налить в них воду. Можно взять как полтора, точно так же и 2 литра. Следующим комплексом мы сделаем выпады вперед, выпады в сторону, выпады назад и плие. Специально сделаем комплексом, так будет людям интересней. Здесь задействуется очень большое количество мышц. Работает передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра. Негодится малая, большая, средняя. Точно так же включаются в работу мышцы пресса и мышцы спины. Рекомендуется сделать 2-3 подхода по 15-16 раз. Следующий блок мы поработаем на руки. Ноги мы уже загрузили. Следующий будет у нас был блок разводка рук в стороны и на бицепс. Встаем, втягиваем живот, пресс зажат, руки раскрываем до параллели, кисти не висят, выдох и вдох. Ну и последний наш блок будет на пресс. Мы делаем на косты и мышцы, живота, скрутки. Руки на уровне груди, можно даже их степить вместе, локти параллельно полу. Опускаемся вниз, пресс не расслабляем ни вверху, ни вверху. Жалеть себя не стоит. В любом случае нужно, чтобы вам было сложно. Только тогда, когда тяжело, вы прилагаете усилия. И именно вот эти подходы считаются самыми как раз эффективными. Нужно перебороть и сделать чуть-чуть еще. Российские иллюзионисты, братья Сафроновы, в июне показали благовещенцам магическое шоу «Телепорт». Продемонстрировали чудеса перемещения в пространстве, повторили номер Гудини и распилили друг друга. А после стали героями рубрики «Лишний билетик». Этот выпуск уже в эфире. Братья Сафроновы, российские иллюзионисты, родились в Москве. Старший Илья в 1977 году, Сергей и Андрей в 1982. С детства они участвовали в театральных постановках. В 16 лет после просмотра шоу Дэвида Копперфильда Илья увлекся жанром иллюзия. С тех пор удивляет зрителей профессия всех братьев. Они часто принимают участие в телевизионных проектах, с гастролями путешествуют по всей стране. Братья Сафроновы являются членами Международного союза магов. Поехали! Курс психологии мы проходим на сцене. Общаясь со зрителями, уже есть определенный багаж наблюдений за зрителями. Кто как себя ведет. Например, сегодня в первом ряду на протяжении половины программы сидела очень красивая пара, очень красивая девушка. Она сидела... Парень прям восхищен, но он вот так... Она сидела вот так вот. Вот пол программы, она вот так вот сидит с кислой физиономией. Что делаю я? Я беру и приглашаю ее поучаствовать в номере. Таким образом, нам удалось растопить уже на сцене непосредственно, растопить ее сердце. Она была скептиком, но поучаствовав в номере, она была удивлена и уже вернулась со сцены, села на свое место уже совершенно с другим настроением. Поехали! Девчонки, не переживайте, вы боясь еще у меня в гриверке! Давай! Это вся наша семья, это у нас шоу работает моя жена, мой ребенок. Это все наши, все... А, второй ребенок, это наши каскадеры, сын. Все свои. Ну, вы понимаете, что, во-первых, надо секрет, секрет трюк держать в тайне. Поэтому должны быть всегда рядом только своими. Команда не менялась уже лет 10. Поскольку они с нами как начали работать, все команды так и работают уже 10 лет. ВОСТОРНОЕ В ДВЕРЬ ВОСТОРНОЕ В ДВЕРЬ ВОСТОРНОЕ В ДВЕРЬ Я фанат своего дела и думаю о фокусах, об иллюзии, о магии каждый день, каждую минуту и даже во сне. Иногда во сне придумываю фокусы, иногда придумываю какие-то идеи, иногда даже приходят в голову чертежи, я во сне прорабатываю детали, узлы там отдельные, потом просыпаюсь, как Менделеев, просыпаюсь, зарисовываю. Я, например, когда приезжаю на испытания, я приезжаю уже не только как скептик, как разоблачитель экстрасенсов, нет, я приезжаю, чтобы насладиться вот таким квестом, который сейчас, мистическим квестом, который происходит в реальном времени с операторами. Ты идешь по каким-то заброшенным, там, да, мама, да, и тебе экстрасенс говорит, что вот здесь привидение, вот здесь убили человека, а вот здесь еще что-то, это всегда интересно. Это ты становишься и при этом на халяву. И все красота. Два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, десять, ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Мы уничтожили уже, наверное, свою жизнь ради номера. 20 автомобилей точно. Если это жертвенность, то мы к ней как-то уже привыкли. Сейчас самая большая жертва, например, в моем случае я уже 5 лет никак не могу попасть 23 марта на день рождения своей дочки. Пять лет ей сейчас исполнилось, а я опять так учу, что лично, что называется, не поздравил ее. Не было на ее празднике. Она понимает? Пять лет? Конечно, понимает. Папка, поезжай, привози мне игрушек только побольше. Я все прощу. Капка меня зацепил. А, то есть он все-таки реально попадает, да? Да. Оторвал мне кусок, и еще потом я от этого удара притерлился и сломал себе руку. То есть тут все прям. У меня нога в двух местах переломана, мне свинчивали. То есть, наверное, жертвы все-таки по здоровью бывают, когда репетируешь. Бывает даже во время обычной репетиции, какого-то номера несложного, который не экстремальный, ничего такого сложного не требуется, ты можешь все равно пораниться, причем очень сильно. Я говорю, репетировали несложный трюк, я должен был просто аккуратно спрятаться, сломал ногу в двух местах. Поздравить с Новым годом и любым другим праздником близких и друзей сегодня можно без проблем. Под рукой всегда телефон и интернет. А во времена СССР для этой цели люди покупали открытки, которые, кстати, продавались целыми наборами. Почему их так ценили и кто до сих пор хранит у себя поздравительные карточки? Об этом в рубрике «Обратно в СССР». Советская полиграфия во времена СССР старалась удовлетворить все пожелания жителей страны Советов, выпуская великое множество открыток к разным праздникам. Ведь их советскому человеку требовалось очень много. Нужно было поздравить многочисленных родственников, друзей и знакомых. Особое место среди этого праздничного великолепия занимали кремлевские открытки. Строгие и простые, с виду они производили настоящий фурор. Ведь их не рассылали по почте, а доставляли специальные курьеры. И сам факт такого поздравления свидетельствовал об особом расположении кремлевских небожителей. Вот 1987 года открытка новогодняя. Красивая. В коллекции Валентины Казаковой кремлевских открыток нет. Зато есть множество новогодних. Говорит, в советское время особенно охотились за карточками с иллюстрациями художника Владимира Зарубина. Их скупали десятками. Тем более стоили они совсем недорого – от четырех копеек. Да и достать их было несложно. Эти открытки продавались. У нас был большой-большой книжный мир. Магазин очень большой был. По Пионерской улице. Там и литература продавалась. И вот эти вот открытки. И в киосках в Союзмечате. Выбор был большой. Большой был выбор. Вот они. И берешь. А вот это вот даже знаете какого года? 1968 года. Вот какая открытка. Есть у Валентины Федоровны и целые наборы открыток. В советское время они были очень популярны. Например, серии лекарственные растения и цветы-часы. На обратной стороне карточек много интересной и познавательной информации. Кстати, такие наборы особенно были востребованы советскими школьниками. Они заменяли толстые книги и справочники и использовались как демонстрационный материал. Что же касается истории почтовых карточек, то первую выпустили в Австро-Венгрии в 1869 году. Это была обычная картонка с отпечатанной маркой достоинством в два крейцера. И называлась она корреспондентская карточка. В России же открытка увидела свет в 1872 году. А первые советские появились в ноябре 1917 года. И все они были на тему свершившейся революции. И на сегодня у меня все. Смотрите нас завтра в привычное время. Приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова